Заметка электрика Мощность рассеивания на полюсе А спонсором данного выпуска является производственная торговая компания «Кристалл», которая предлагает большой выбор низковольтного электрооборудования, щиты НКУ для жилых, промышленных, коммерческих объектов, металлические корпусы, а также готовые решения В любой типовой проект, заказанный в ПТК «Кристалл», могут вноситься правки в соответствии с требованиями заказчика Компания предоставляет все необходимые для подтверждения качества продукции сертификаты и предлагает скидки и бонусы своим клиентам На электрооборудование предоставляется гарантия сроком от 2,5 лет И на протяжении этого периода клиенты могут рассчитывать на сервисную поддержку от ПТК «Кристалл» Напомню, что в прошлый раз я проверял все вот эти автоматы током 1,13 от номинального с измерением температуры их нагрева То есть у меня имеется две части видео Первая часть видео это верхний ряд автоматов и вторая часть видео это нижний ряд автоматов В этот раз я решил измерить переходное сопротивление постоянному току всех участников эксперимента И сравнить их значения между собой В принципе уже по температуре нагрева автоматов из предыдущего эксперимента Становится понятно, что разница между ними есть И причем по сравнению с некоторыми экземплярами существенная Помимо сравнения переходного сопротивления автоматов между собой Измеренные данные я надеюсь, что пригодятся проектировщикам Для более точного расчета токов короткого замыкания И определения полного сопротивления петли фаза 0 В электроустановках напряжением до 1000 В Ведь в расчетах необходимо учитывать величину переходного сопротивления Коммутационных аппаратов и прочих соединений А в справочниках и ГОСТах такой информации не найти А если даже и есть какая-то информация То только имеются какие-то приближенные значения Да и то для автоматов с номинальными токами от 50 А и выше Вот, например, тот же ГОСТ 28249, таблица 21 В последнее время производители все же размещают информацию По внутреннему сопротивлению модульных автоматов А также мощности их рассеивания Ну вот, к сожалению, далеко не все производители Ну, я постараюсь восполнить этот пробел Итак, поехали! Сразу хотелось бы уточнить, что будет входить в измеренное значение сопротивления автомата Автоматы я буду подсоединять следующим образом То есть к ним я буду подсоединять вот такие вот небольшие отпайки провода К ним я буду подключать щупы от микрометра Соответственно, сюда будет входить сопротивление контактов между клеммами и соединительными проводами Далее в это же значение будет входить непосредственно сопротивление самих верхний и нижний клемм Дальше у нас идет сопротивление силового контакта То есть это вот у нас неподвижный и подвижный контакт нашего автомата То есть когда автомат будет включен, этот контакт будет замкнут Далее у нас идет по цепи эта катушка электромагнитного рассыпителя То есть ее будет сопротивление учитываться Далее у нас идет пластина, то есть биметаллическая пластина теплового рассыпителя Дальше у нас здесь же идут вот эти вот гибкие проводники Это от подвижного контакта к катушке электромагнитного рассыпителя И от катушки электромагнитного рассыпителя к пластине теплового рассыпителя Ну и в это же значение будут входить прочие, так и ведущие части автомата Вот в итоге мы получим активное сопротивление постоянному току всех наших модульных автоматов Я произведу измерение сопротивления автоматов в их холодном состоянии То есть при температуре окружающего воздуха плюс 25 градусов Я конечно понимаю, что можно измерить переходное сопротивление автоматов При температуре 60, 70 или даже 80 градусов То есть имитируя их нагрев как при номинальном токе Но не всегда ток в цепи может быть номинальным Некоторые автоматы всю свою, как говорится, жизнь Могут работать при токах гораздо меньше номинальных Поэтому лучше мы будем иметь значение переходного сопротивления автомата в холодном состоянии То есть как раз при идеальной такой температуре плюс 25 градусов И потом это значение можно приводить уже непосредственно к температуре При другой, вернее, температуре нагрева Произведить замеры я буду с помощью своего микрометра ММР-600 Про него я уже неоднократно рассказывал на страницах своего сайта В особенности в статье про пусконаладочные испытания силовых торсерматоров На примере торсерматора, по-моему, 1600 КВА Кому интересно, то переходите Ссылочку я оставлю под видео Итак, поехали Первый автомат SH-201L ABB Германия Вот я затянул Подключил вот эти соединительные провода Затянул Буду стараться, кстати, затягивать все автоматы примерно одинаково Подключил соединительные щупы от прибора И включаю автомат 9,37 Давайте по два раза, что ли, будем делать 9,52 Второй автомат IC-60N Schneider Electric, Франция Включаю автомат Поехали 7,01 Так, отключаю автомат Включаю повторно 6,98 Миллион Отлично Да, кстати Из двух измеренных значений Я не буду высчитывать среднее То есть, кому надо, можете сами посчитать Я буду брать из двух значений максимальное То есть, вот 7,01 Это первый замер И 6,98 У данного автомата Второй замер Я принимаю значение 7,01 Миллион Следующий ИК-60N Schneider Electric Таиланд Это у нас производство Таиланд Включаю автомат 8,24 8,24 8,20 Кстати, у меня есть видео Где я сравнивал Два автомата Это как раз ИК-60N от Schneider И ВА-4729 от EEC Я их сравнивал По току прогрузки По времени срабатывания И в том числе По переходному сопротивлению Так вот В том эксперименте Автомат Шнайдеровский автомат ИК-60N Имел как раз таки Сопротивление В этом пределе То есть 8,44 Миллион Что опять же Доказывает О постоянстве Характеристик И измеренных параметров Непосредственно Данным прибором Следующий у нас EZ9 Schneider Electric Производство Индия Включаем автомат Поехали 9,55 Отключаю Еще раз 9,69 ВА-4729 ИЭК Россия-Китай Поехали А Извиняюсь Не включил автомат 6,66 Еще раз 6,69 Опять же Вернусь к тому Видео Где я сравнивал Данный автомат С автоматом ИК-60N Автомат ИЭК-60N Автомат ВА-4729 От ЭЭК Имел в том Эксперименте Переходное Сопротивление 6,28 То есть Сейчас У нас 6,66 И 6,69 То есть Стабильные Измеренные Параметры Это у нас ВА-47-63 От ЭКФ Россия-Китай 8,7 Миллион 6,58 Давайте еще раз 7,48 Как-то Значение Скачет Давайте еще раз 6,08 Да Раньше Не было Что прям Такие Разбеги Были 6,51 Ну давайте Возьмем Его По максимальному Значению То есть 8,7 Миллион Так Это у нас ВМ-63-1 КА-Соптидин Россия-Китай Поехали 10,83 Кстати Данный Автомат Был Второй Ну В лидерах В кавычках Лидерах По нагреву То есть Он имел Температуру По-моему Порядка 85 градусов Нагрева Давайте Перевключаем Еще раз 10,90 Автомат ВА-47 29 ТДМ Россия-Китай Этот Автомат У нас Был Со всем Лидером На первом Месте По нагреву То есть Нагревался До температуры По-моему 88 градусов И даже Где-то В местах До 90 Я фиксировал Ну и так Посмотрим Какое же у него Будет Сопротивление Ух ты 49,7 Миллион Так Давайте Еще раз 110,9 Миллион Вот это Да Еще раз 47,4 Интересно 135 Миллион Вот это Да 118 Ну в общем Здесь не суть Важная Можно смело Писать Более 100 Миллион Это у нас Эльверт Z406 Россия Китай Поехали Так Включаем Поехали 10,17 Еще раз У меня закончилась Карта памяти В общем Второе значение Было 10,30 Измерим Еще раз 9,08 Первый ряд Автоматов Мы Измерили Ну Как видите У нас Есть Здесь Явный Лидер Это автомат TDM С переходным Сопротивлением Более 100 Миллион Также Я думал Что Значительное Сопротивление Будет У автомата КАС Но У него Стабильно Была Была Измерена Величина В порядке Там 10,90 Миллион И Также Как-то Неоднозначно Из этого Ряда Автоматов Говорим Неоднозначно Себя вел Автомат EKF У него В пределах 2 Миллион Скакали Значения Так Ну Переходим К нашему Второму Ряду По Аналогии S201 ABB Германия 8,74 Еще раз 8,74 Как ровненько Еще раз Давайте 8,73 Ну Отлично Далее S201M То есть Серия ABB Германия 8,11 Еще раз 8,07 Тоже Достаточно Стабильно Кстати Согласно Паспорта У этих Двух Автоматов Серии S200 И S200M По-моему Заявленное Сопротивление Переходное 7 Или 8 Миллион Что В принципе И подтверждается Данными Замерами Legrant TX3 Польша Поехали 9,55 Еще раз 9,42 Отлично Май 116 Хаггер Франция 8,62 Еще раз Неплохо 9,17 Давайте Еще раз Сделаем Хаггеру 9,63 Опа 11,02 Что-то Значения Скачут 10,77 PL4 Итан Сербия 7,78 Еще раз 7,75 Так Это у нас Автомат ДЗ 47,60 Чинт Китай Данный Автомат Из этого Ряда Автоматов Был Лидером По температуре Нагрева То есть Он нагрелся Тоже Около 85 То ли 87 Градусов По-моему 85 В нем Максимально Было Ну и так Поехали Посмотрим Какое у него Будет Сопротивление Оп 6,94 Еще раз 6,72 Еще раз 6,52 Ну видите Как показывает Замеры Переходное Сопротивление Его Устройство Его Контакта Так и ведущих Частей Теплового И электромагнитного Расцепителей Вполне Не хуже Чем У Соседних Автоматов Итак Это у нас ВА-101 Декрафт Китай 7,19 7,28 Отлично Ну что Из данного Ряда Автоматов Я Не могу Выделить Явного Лидера Хотя По Прошлым Испытаниям Током 1,13 От номинального Данный Автомат От Чинт Здорово Нагревался То есть Особенно Вот его Вот эта вот Часть Сбоку Боковина Тем не менее По Выполненным Измерениям Все автоматы Незначительно Отличаются Друг от друга Ихни величины Сопротивлений Единственный Пока вопрос Возник С автоматом Хаггер Во-первых Он имеет Из данного Ряда Самое большое Сопротивление 10,75 Но при этом Имел Неоднозначные Показания Ну что Подытожим Все автоматы Имели Переходное Сопротивление В пределах От 6 до 10 Миллион Кроме Одного Автомата Это автомат ТДМ ВА-4729 Его сопротивление Находилось В пределах От 100 До 200 Миллион Зная Переходное Сопротивление Автоматов Можно Рассчитать Падение Напряжения И мощность Рассеивания На его полюсе При конкретном Токе Ну Падение Напряжения Оно Определяется По формуле Закона Ома И на Р Мощность Рассеивания На полюс Определяется Также По известной Формуле П равно И квадрат На Р В принципе По каталогам Эбби Шнайдер ИЭК ЕКФ КАС Ну Которые Мне попадались В принципе 16 Амперные Модульные Автоматы С характеристикой С Так и Имеют Такие Заявленные Характеристики То есть Такие Заявленные Параметры То есть Мощность Их Рассеивания Примерно Находится В пределах Плюс Минус Около 2 Ватт В этом Пределе Ну На этом Пожалуй Все В следующих Видео Я проверю Все эти Автоматы Условным Током Рассепления 1.45 От номинального Проверю их На срабатывание Теплового Рассепителя При токах 2.55 От номинального И 4 Четырехкратного От номинального Проверю их На срабатывание Электромагнитного Рассепителя При токах Пятикратном И десятикратном И проверю И проведу им Краш-тесты Большими токами Вплоть до 1000 А Если имеются Какие-то вопросы По Данному Эксперименту То пожалуйста Задавайте их В комментариях Всем спасибо За внимание Кому понравилось Видео Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Заметки Электрика И с вами Как всегда Был Дмитрий Автор сайта Заметки Электрика До новых встреч